Социально незащищенные жители Ивановской области не останутся без поддержки. В региональном правительстве утвердили государственную программу социальной помощи гражданам до 2014-2016 годы. Почти каждый третий житель региона получает льготы, компенсации или субсидии. В течение трех лет на эти выплаты и другие формы поддержки из областного бюджета выделят 21 миллиард рублей. Значительную часть средств правительство ежегодно направляет на поддержку пожилых людей. Как известно, пенсионеры являются основными потребителями социальных услуг. Причем старение населения в период действия программы будет продолжаться. Во-вторых, по уровню доходов на душу населения мы не занимаем лидирующие позиции. Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума снижается из года в год, но продолжает оставаться в достаточно высоком уровне – 14%. Одной из острых проблем в регионе остается обеспечение детей-сирот жильем. В 2008 году в очереди на получение квартиры состояли свыше 2000 человек. По нашей программе значительно увеличен объем средств, которые пойдут на приобретение жилья детям-сиротам. За годы программы 410 миллионов будут направлены на эти цели. Эти 410 миллионов обеспечат сокращение очередности на 41% среди этой категории граждан. Во время заседания Михаил Мини напомнил, что не за горами годовщина 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. К этой дате губернатор потребовал подготовиться основательно и дал поручение привести в порядок все улицы региона, которые названы в честь Героев войны. Дорогу комитету создать вот такой перечень этих улиц, которые названы в честь Героев войны, и взять на контроль в течение оставшихся двух лет постепенно делать ремонты, приведения в порядок, в том числе и фасадов, потому что это несколько будет недостойно, если мы эти улицы оставим в каком-то состоянии неприглядным. К сожалению, такие факты у нас есть. Во время заседания была затронута проблема нехватки в квалифицированных кадрах в учреждениях, работающих с трудными подростками. Отток рабочей силы происходит из-за низкой зарплаты. Педагоги идут работать в обычные школы, где ситуация с оплатой труда гораздо лучше. Повышать зарплату сотрудникам соцсферы будут. Вице-губернатор сообщил, что при планировании бюджета на 2014-2016 годы этот вопрос без внимания не останется. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.